Да-да-да. Так. Всем здравствуйте. Так, ну пока к нам. Вот к нам Танюша присоединилась. Так, сегодня у нас четверг. Сегодня у нас четверг. Мы с вами ВКонтакте встречаемся по четвергам и проводим мастер-класс. Так, ну вот уже у нас прямо даже уже много человечков. Десять. Вот так, наверное, надо положить, чтобы было хорошо видно. И одеть, наверное, надо перчатки. Сейчас мы секундочку перчатки еще оденем. Всем привет, всем здравствуйте. Так, ну вот уже у нас как бы это. Здравствуйте, девчата. С вами сегодня на связи город Ростов-на-Дону. И я инструктор школы Екатерина Мирошниченко, Наталья Коклюгина. По четвергам в два часа дня мы встречаемся и проводим мастер-классы таких вот. Иногда рисуем, иногда делаем дизайны из каких-то декораций, вновь вышедших. И вот сегодня я хочу посвятить небольшое количество времени такой технике, как... Ну, многие рисуют мастера. Это абсолютно как бы всем известно давно. Ну, мало ли, вдруг кто-то вот не знает или не знает, как сделать это быстро. И мы сегодня как бы с вами типа сделаем... Я так поярче, конечно, сделала. Вот такие элементы, очень похожие на абстракцию мрамор. Мрамор, да? То есть такие вот трещинки, какие-то линии. Потому что есть много клиентов, большое количество клиентов, которые не любят какие-то там дизайны с цветочками, с бабочками, там веточками, листочками и так далее. А как бы хотят какие-то дизайны такие, знаете, абстрактные. И вот как раз-таки мрамор, в кавычках, да, мрамор. Очень популярный вариант дизайна, скажем так, именно абстрактного. И вот как бы есть клиенты, которые мне все что угодно, только не цветочки, и как раз-таки подойдет вот такой вот всякие там линии какие-то, разводы какие-то там и так далее. И вот мы сегодня с вами как бы сделаем парочку вариантов. Вот и обзовем эту технику мрамор. Вот. И прежде чем начать рисовать, я обычно на уроках, эта техника у нас входит неотъемлемо в часть урока по азбуке линий, художественной росписью азбука линий, как бы мы обязательно как бы показываем, многим и ученикам нравится, ихним потом клиентам. И я обычно как бы говорю вот такие вот варианты. Сейчас я вам покажу. Говорю о том, что лучше всего срисовывать не откуда-то, а конкретно срисовывать прямо вот с мрамора, да. То есть как бы можно погуглить, например. Добрый день, тут с нами все здороваются, девчонки. Так, можно, например, взять и тему мрамора. Вот смотрите, я тут вот у себя на телефоне. Вот, например, мрамор. Смотрите. И я погуглила, и вот, например, вот такой вот вариант мрамора. Так вот не отсвечивает. Видите, вот белый мрамор. Если рассмотреть мрамор, то есть как бы он бывает, конечно же, разным. Видите, вот такой вот вариант. Так, надо немножечко подальше. Вот такой мрамор. Очень напоминает столешницу, да, у многих на кухне. Вот такой мрамор, вот такой мрамор. Видите, как бы линии, линии, да. Ну, линии олицетворяют какие-то такие трещинки, растрещинки на камне. И вот как бы можно взять в основу и просто, даже просто срисовать вот эти линии, да, абстрактные. Прямо вот с фотографий, с фотографий мрамора. Значит, чтобы не повторяться, чтобы не рисовать это откуда-то или кого-то срисовывать. Можно просто взять и вот так вот, например, ну я просто набрал там белый мрамор, да, и сделала несколько скриншотов. Говорю, а можно там черный мрамор, да, или еще какой-то. Можно всегда как бы вдоль линии добавить какой-то блеск, да, например, какие-нибудь гель-лаки с шиммером или гелевой краски. Или просто сухих блесточек на липкий слой насыпать. И я вот предлагаю как бы вот именно вот отсюда, например, ну да, допустим, вот такой вот вариант. Я, конечно, когда готовилась, смотрите, вот, смотрите, вот фотография, да, и, например, вот на желтом фоне видно вот такой вот вариант похожих линий, да, допустим, сделать можно. А вот, и, значит, мы сейчас попытаемся повторить, и самое главное вот как раз-таки будет, да, как бы вот как это сделать, как это быстро сделать. Если рассмотреть варианты линий, как бы вот на вот этих кусочках мрамора, да, на фотографиях мрамора, то можно рассмотреть линии, которые есть полупрозрачные на заднем плане, есть линии, которые более конкретные на переднем плане. И вот мы сейчас с помощью материалов от компании Эми сделаем вот такие вот варианты мраморных вот таких вот линий, да. Значит, в основу, конечно же, мы возьмем с вами гель-лаки какие-нибудь светленькие, хотя на самом деле можно, в принципе, взять любые и темные цвета, и светлые. Ну, в моем сегодняшнем задании стоит коллекция Soulful Morning, да, и это 6, вырастите, каких 6? 8, конечно же, 8 оттенков пастельных красивенных оттенков. Мы уже делали варианты дизайнов с этой коллекцией, и 8 оттенков вот таких вот красивых пастельных оттенков, начиная с номера 400, по-моему, 9-го. Сейчас мы с вами это разложим, вот 409-й номер, 410-й, вот такой красивый персиковый. Очень похожие оттенки на старую коллекцию пастель звенит. 410, 411, 12, 13, 14, 15, 16. Значит, красивые оттенки, конечно же, и самостоятельно, и очень красиво делать, очень красиво получается, если сделать градиент. Кстати, мы можем с вами даже и градиент сделать, вот, и, значит, 8 оттенков, которые мы возьмем с вами в основу. Ну, конечно, на всех не получится, я вот так вот делала на розовеньком, на голубеньком, на бирюзовеньком, видите, на желтеньком. Вот, а можно, конечно же, их посочетать между собой, мы, наверное, сейчас так и сделаем. Так, убираю 8 оттенков замечательных из коллекции Soulful Morning, так, и приступим мы с вами непосредственно к дизайну. Так, сейчас мы вот так чуть-чуть увеличим. Будем делать не на весь ноготь, я, конечно же, как бы сделаю на весь, частично, но я хочу еще добавить декорации, а декорации хочу добавить, которые вышли последними. Это Nell Crust 5D, лиловая дымка номер 40, номер 40, да, лиловая дымка, вот такие цветочки объемные, мы тоже уже выполняли дизайны с ними, и как раз-таки очень красиво сочетается с белым цветом, с розовым цветом. Видите, вот эта вот красивая штучка, на одном пальчике можно красиво украсить ноготочек. Значит, лиловая дымка, Nell Crust 5D, номер 40, и Nell Crust тоже объемный, это, ну, Nell Crust это значит, да, как бы объемный дизайн. Вот, и калибри, калибри птички, листочки, вот такая летняя тема. Здравствуйте, Наташенька мне пишет, здравствуйте, здравствуйте, отличная тема, слава богу, поддержите меня, потому что я что-то запереживала, вдруг уже это никому не интересно, хотя на самом деле, допустим, я не так часто работаю с клиентами, но все равно, как бы, вот, абстракция мрамор, как бы, очень хорошо идет тем клиентам, которые говорят мне все, что угодно, только не цветочки. Итак, значит, листочки и птички, и вот прикольно смотрятся, смотрите, и на голубом фоне листочки прикольно смотрятся, и птички тоже хорошо, и зеленые, да, на желтеньком фоне, и на бирюзовом тоже прикольно. Ну, не надо, на всех же пальцах этого не стоит делать, правильно, на одном пальчике всегда можно добавить, и прикольно будет, ну, на самом деле повысить немножко, да, средничек вашей коррекции. Можно показать на голубом, можно показать и на голубом, конечно же, а я вообще предлагаю сделать какой-нибудь градиент, голубой с зелененьким, например, сейчас мы сделаем. Так, основу я взяла типсик, типсик, сейчас я вот тут вот подровняю, а то он краешек неровный, да, получается, чуть-чуть сгладим вот это место. Так, ну что, поехали. Значит, верхушечку ноготочка с вами на уже укрепленной базой ноготок, да, уже мы с вами просушили базу, наносим цветное покрытие, давайте вот верхнюю часть ноготочка. Так, нанесла белый гель-лак, значит, у нас он называется, во-первых, 001 белый лотос, да, значит, верхнюю часть ноготочка подсушиваем, и давайте сделаем градиент на второй части ноготочка от зелененького к голубенькому перейдем, да, давайте, например, возьмем голубой цвет, 416-ый и давайте 412-ый. Как вы к этому отнесетесь, а ну-ка? Или бирюзовый, в принципе, можно взять. Не знаю, мне почему-то хочется какой-нибудь яркенький. Давайте вот 416-ый и 412-ый, да, сделаем градиент. Здравствуйте, очень интересно, с удовольствием смотрю. Спасибо вам большое. Вот тут вот нам, по-моему, привет пришел с Одинцовского района. Татьяна пишет, привет. Власиха, привет. Интересная тема, вас приятно слушать. Спасибо большое. Это я так немножко себя, знаете, как бы, чтобы нервы немножко не расходились в разные стороны. Саму себя немножко успокоила. Так, давайте сделаем... Вот потерялась, какой бы цвет сделать? Давайте верхушку сделаем. Вернее, не верхушку, а среднюю часть ноготочка у меня будет голубая. Так, постараюсь, конечно же, ровненько, да, с беленьким. Ну, настолько, насколько это возможно. Так, привет. Градиент тонким слоем. Да, конечно же, будем два тонких слоя делать. В любом случае, все покрытия делаются в два слоя, девчат. Но мы делаем такой градиент, чтобы слой был... Слой истончаем настолько, насколько это возможно. Поэтому два цвета нанесли. Помните, кисточка для градиента у нас у Эми всего лишь одна-единственная четверочка. Четверочка, кисточка для градиента. И для работы мы всегда обычно смачиваем кисточку в базу. Тут он с Крыма привет прилетел. Привет, Крым! Так, давайте кисточку промоем в капельке базы. Кисточку вытрем. И теперь верхнюю часть беленькую я трогать не буду, а градиент сделаю на нижней части. И получается, смешиваю, девчат, все движения кисточки сверху вниз, сверху вниз. То есть, как будто бы вы голубенький спускаете вниз на салатовый оттенок. Так, и теперь аккуратно сверху, аккуратно все движения кисточки сверху вниз, сверху вниз. Сходили туда-обратно, спустились чуть ниже туда-обратно, еще чуть ниже. Получается, там, где голубой с зелененьким смешиваются, такой, знаете, красивый бирюзовый оттенок получается. И цвет переходит очень плавно из одного состояния в другой. Очень часто девчонкам пишу, когда проверяю в онлайн работы, ну, курирую, да, то есть, как бы, работы градиента, вот, проверяю. Часто пишу девчонкам одну и ту же фразу, что качество градиента зависит от количества сделанных раз. Чем больше раз вы сделаете, тем более качественный переход из цвета в цвет получается. Просушиваем. Просушиваем. Получается, первый слой мы истончили с вами, да, то есть, он был, как бы, мы нанесли тонко, еще и плюс лишнее, как бы, убрали. Просушиваем 30 секунд. И точно так же можно сделать второй слой. То есть, сначала мы тоненько-тоненько беленькую верхушечку, очень тонко, всегда наносите цветное покрытие, старайтесь очень-очень тонко, прижимая кисточку к поверхности. Просушиваем 30 секунд. И теперь делаем градиент, да, из двух цветов, которые мы с вами выбрали из коллекции Soulful Morning. Где начало? Избушка-избушка. Повернусь к лесу передом, ко мне задом, да, вот так, оп. О, наконец-то угадала. Так, 416 и 412 номера. И тонкий-тонкий слой, девчат. Градиент. О, привет Архангельска. Привет Архангелогородцам. Вот тут нам пишут, Ина, я точно знаю, что в Архангельске живут Архангелогородцы. Что-то такое, знаете, ангелы, Архангелы. Так, тоненьким слоем наносим верхний цвет, и таким же тонким слоем наносим цвет второй. На самом деле, если длина ноготочка позволит, можно и три цвета нанести. Благо, что вот эти цвета, девчат, вот эти гель-лаки, если бы вы никогда не делали градиент, попробуйте из этих гель-лаков сделать. Они просто созданы для того, чтобы делать из них градиент. Вот, смешиваем два цвета между собой, движениями кисточки сверху вниз, сверху вниз. Аккуратно, аккуратно подмешали два цвета между собой. И теперь аккуратненько сверху вниз. Я обычно, знаете, как бы говорю ученикам, вот надо, чтобы в этот момент не дрогнул ни один нерв на лице, потому что иногда же подбирают такие цвета, клиенты говорят, которые, ну, тяжело смешиваются. На самом деле, все можно подмешать, абсолютно все. Но есть такие, конечно же, цвета, которые очень тяжело смешиваются. И поэтому, скажите, что надо делать, знаете, такое лицо, как будто вот красивее еще ни разу у вас не получалось. Или, знаете, про себя тихонечко сидит мастер, говорит, ой, никакой паники, это только первый слой, первый проход. Вот, сейчас пройдусь еще разочек, они обязательно хорошо смешаются. Или, знаете, еще я все время девчонкам говорю и отвлекаю их внимание о том, что спасибо Богу ногтей гипонихию за то, что все получится. И на самом деле все получается. Самое главное, просто не торопиться и чуть-чуть потратить время. Ну, а чем больше раз вы сделаете градиент, тем он, конечно же, лучше получится. Все, проходимся от начала до конца. И получается у нас вот такая вот часть ноготочка будет с градиентом. Так, просушиваем. Теперь, как мы будем делать с вами эффект вот этих трещин, да, на поверхности, эффект камня. То есть мрамор – это камень. То, что мы рисуем в линии, это будет, получается, ну, эффект растрескивания, да, как трещинки такие вот. Значит, обязательно, девчат, мы будем с вами смешивать. Ну, трещинки будем рисовать черным гель-лаком, да. Черный глянец номер 0,30. Берем капельку гель-лака черного и будем смешивать его, девчат, с капелькой базы, базы жидкой. Все, капельку базы взяли. Кисточки, которые нам потребуются для рисования, это будет кисточка, идеальный мазочек номер 0. Сейчас я возьму салфеточку, кисточку протру, чтобы на экран просто положить. Итак, получается, кисточка, идеальный мазочек номер 0. Вот, смотрите, идеальный мазочек номер 0, КЗМО, да, ну, не О, а 0. Вот, КЗМ, КЗМ 0. Кисточка, идеальный мазочек. Так, ну и кисточка линеарная, 5 дробь 0. Это может быть белая синтетическая кисточка, либо черная синтетическая. Смысловую нагрузку кисточки несут себя совершенно одинаково. Я очень часто, как бы, про эти кисточки говорю. Вот, смотрите, я просто вытерла их. Получается, вот и одна кисточка 5 дробь 0, где у нас тут, вот, смотрите. И одна кисточка 5 дробь 0, и вторая кисточка КЗЛ 5 дробь 0, видите. Значит, смотрите, чем они отличаются. Одна кисточка черная синтетическая, вторая кисточка белая синтетика. Видно вот так на перчатке. И черная синтетика, она чуть длиннее и жестче, а белая синтетика, она чуть короче и мягче. Например, если чертить линии через весь ноготь, то удобно, конечно, там геометрические, да, какие-то построения. Конечно же, удобно кисточкой, которая более жесткая. Если, например, рисовать вензеля или делать прорисовку цветочков, то, конечно, я не знаю, мне кажется, все-таки белая синтетика будет лучше, потому что она, ей легче управлять, она легче идет на изгиб, на загиб, она легче крутится, вертится в руках. Поэтому, как бы, смысловая нагрузка, конечно, они несут в себе абсолютно одинаковую, но для каких-то вот определенных целей, все-таки мне, вот, например, вензеля рисовать все-таки легче белой синтетикой, нежели черной. Ну, опять же, на вкус и цвет товарищей нет. Но они нам сейчас потребуются, например, кисточка одна тоненькая, грубо говоря, 5 друг 0, а другая потолще, идеальный мазок номер 0. Так, ну и мы берем с вами и смешиваем два цвета между собой, ой, простите, два цвета база, база и черный гель-лак. Мы получаем с вами полупрозрачный цвет, полупрозрачный цвет, именно база, жидкая база и черный гель-лак, например. Все, перемешали. И теперь, девчат, мы будем рисовать по мокрой поверхности, по мокрой. То есть, получается, мне нужно нанести какой-то гель, по которому будет хорошо растекаться, гель-лак, смешанный с базой. Ну, я думаю, что нетрудно догадаться, что это будет слайдер-топ. Слайдер-топ именно опытным путем, девчат, не потому что, вот, мы его взяли там специально и по нему растягивают. По текласу, например, по текласу топ без остаточной липкости, знаете, это у нас теклас. Вот по нему, например, не растекается гель-лак, смешанный с базой. По ультрашайну тоже не растекается. А по слайдер-топу база, смешанная с любым цветным гель-лаком, шикарно растекается. И поэтому мы с вами будем наносить слайдер-топ. Значит, тоненьким слоем, не надо жирно, не надо толсто. Если вы нанесете на всю поверхность ногтевой пластины, девчат, хуже на самом деле не будет. Но только мы рисовать по всей пластине не будем. Мы будем рисовать с вами трещины, растрещины именно на цветном покрытии, правильно? Но зато толщина ногтевой пластины будет по всей поверхности одинаковая. Так, наносим тонким слоем. И начинаем рисовать. Значит, я уже показывала фотографии, да, то есть на самом деле не линии могут расположиться. Совершенно по-разному. На секунду отвлекусь. Надеюсь, что слайдер-топ далеко не убежит, не отсвечивает. Вот смотрите, очень хочу заострить ваше внимание на том, что линии, вот эти трещинки, да, они проходят все практически, ну так, можно грубо сказать, параллельно друг к дружке. Нету никаких ярко выраженных пересечений линий крест-накрест. Смотрите, вот даже если линия соединяется с соседней линией, то дальше они идут вместе. Видите, вот так вот трещин. Просто, когда на ноготочках рисуешь очень много линий, которые пересекают друг друга, это очень сильно привлекает внимание. Поэтому постарайтесь, например, рисовать линии. Вот даже если соединились, то дальше идут вместе. Следующая линия параллельно предыдущей. Смотрите здесь. Тоже две линии, например, основные соединились воедино и дальше продолжили свой путь вместе. Потому что как только вы будете рисовать кресты на поверхностях, они будут сразу привлекать внимание. То есть точка пересечения линий. Поэтому вот прикольно, когда линии, знаете, да, вот идут какие-то ответвления от линии, трещинки, да, но при этом нет ярко выраженных никаких крестов. Вот смотрите, тоже ярко выраженная, но при этом как бы нету крестов. И это тоже как бы имеет место быть. То есть получается, линии могут располагаться по-любому, но самое главное, чтобы не было таких вот ярко выраженных пересечений. Окей? Так, ну и теперь аккуратненько мы с вами по мокрому слайдер-топу. Я сейчас поправлю это покрытие. Ресничка на экране. Топ-слайдер присоединился. Сейчас попробуем. Экран, да? Экран, экран, экран. Надо наш. Попробуем его вытереть. Вот так. Ну, по крайней мере, если получилось. Так. И значит слайдер-топ. И по мокрому слайдер-топу мы берем с вами базу, смешанную с черным гель-лаком. И начинаем рисовать трещинки, да, на поверхности. Давайте я вот так чуть-чуть увеличу. Иногда, знаете, как бы и не надо много абсолютно. Вот количество линий не должно как бы быть большим. Все должно быть очень в меру аккуратненько. То есть это мы сейчас рисуем линии, которые будут на дальнем плане. Так. Может быть даже вот так вот где-то здесь вот еще одна линия пройдет. Стараюсь линии рисовать непрерывисто, но такие, знаете, такие слегка коряжистые. Не ровные, не волнистые, а вот именно коряжистые. Вот так вот будет лучше слово подобрать. Так. Давайте вот сюда добавим линию. Знаете, можно вот так как бы где-то там их вот так соединить немножко. Это пока еще дальний план, поэтому страху никакого. Ресничка на пальчике. Так. Ну, практически не вижу, потому что отсвечивает все, что можно отсвечивать. Поэтому продолжу пока дальше. Хорошо? Так. Все. Вот оно потихонечку, знаете, что напоминает, как дым. То есть я притрагиваюсь кончиком кисточки. Еле-еле, практически не давлю. Стараюсь не трогать кисточкой сам ноготь. То есть только гуляю по мокрому покрытию. А по мокрому покрытию нам обеспечивает наш мокрый слайдер толк. Правильно же? Так. Все, просушиваем, просушиваем. По большому счету можно уже ничего не добавлять. Но на самом деле, как бы, интенсивность вот этого цвета, то есть как бы все зависит, конечно же, от цвета. То есть, может быть, вы захотите сделать так более полупрозрачно, например, да, вот эти вот линии заднего плана. Ну, это вот как вот показывает глубину этих трещин. Может быть, вы сделаете, наоборот, более ярким. Вот, подсушиваете и теперь берете тоненькую кисточку, тоненькую кисточку и гирлак в чистом виде. Гирлак в чистом виде, аккуратненько кисточку так прокрутили, аккуратненько. Ой, не видно, да? Значит, взяли, набрали, но при этом как бы сняли все лишнее. И кое-где можно просто взять и линии подчеркнуть. Не обязательно подчеркивать все линии, да? То есть, можно только те, которые там вот ярко выраженные, там вот так вот. Вот одна линия, например. Давайте вот тут вот сверху еще одну подчеркнем. На самом деле, так хотелось показать, как еле-еле дотрагиваюсь до мокрого покрытия кончиком кисточки, что на самом деле можно было бы количество линий сейчас немножечко бы и уменьшить. Ну, может, просто тренируемся, и можно всегда вернуться к кисточке, которая потолще, смочить ее слегка в кончик, в капельки базы, и даже моменты вот такие вот аккуратненько растушевать. Все, больше ничего не буду делать, потому что количество линий достаточно. Вот, и просушиваем. И если я хочу добавить в работу, например, какие-нибудь декорации, а мне, конечно же, хочется, тем более, что в задании в моем стоит, да, декорации новые, которые... Значит, очень люблю линии, уже сто раз говорила. Есть такие линии белые, есть серебряные, золотые, черные. Ну, у меня фавориты, конечно, черные и золотые линии. И можно с помощью, как бы, какой-нибудь тоненькой полосочки отделить, ну, два покрытия, да, белое и цветное покрытие. Значит, приклеивать шермикончик лучше всего, конечно же, на топе из остаточной липкости. В нашем случае это Т-класс. Т-класс. Можно нанести только туда, куда хотите приклеивать. Ну, на самом деле, как бы, опять же, тонкий слой по всей поверхности обеспечит вам именно одинаковую толщину ногтевой пластины, да, правильно, по всей поверхности, всей поверхности ногтевой пластины, вот, чтобы не наносить точечно. Так, ну и теперь, просушив, конечно же, 30 секунд, мы с вами аккуратненько сейчас отделим две зоны между собой с помощью шермикончика, да, наклеечки вот я взяла, приклеила. Дальше, если у вас не очень ровно получилось отделить эти зоны с помощью покрытия, да, то шермикончик, конечно, сглазит все эти недочеты. Так, убираем лишнее, возвращаем это все на пластиковый носитель, пригодится еще этот кусочек. Так, все вернули. Ну, можно еще и золотистую, допустим, полосочку добавить. Так, можно добавить какой-нибудь вариант надписи какой-нибудь, да, потому что надписи очень сильно, скажите, что осовременивают, я все время говорю, дизайны, даже рядом с каким-нибудь банальным цветочком. Так, давайте, например, можно золотой, кстати, какой-нибудь, а пусть будет вот такая вот блестячая на белой поверхности. Потому что у нас же в Ростове-на-Дону должно быть все дорого-богато. Так, есть. Ну, какие-то буквы будут видны, какие-то будут не видны, ничего страшного. Так, убираем наклеечки в сторону и возьмем, давайте, какой-нибудь листочек, сделаем какую-нибудь композицию. Композицию из 41-й до номер Nell Cruz 59, калибри. Видите, тут птички, листочки. Так, у меня уже просто есть начатое, разрезанное, так, вот, листочки и влажная салфетка. Листочки. Так, ну, мы, конечно же, сейчас составим еще что-нибудь сюда прицепим, придумаем. А пока добавляем, добавляем. Вот такой листик еще пока вложу сюда, посмотрю. Может быть, куда-нибудь его добавлю. Так, еще один листочек, не знаю. Сейчас посмотрим, подумаем, как это все составить вместе. Может быть, все и не влезет, а нам, может быть, и не нужно будет. Так, девчата, это я просто слайдеры вырезаю. Так, ну и на что прикрепляем? На что прикрепим? Конечно же, на слайдер топ. Так, и я тут просто глаза подняла, поэтому немножко зависла. Так, сейчас я прочитаю вопросы. Уже хорошо получилось. Ну, это по поводу мрамора, да, трещина, что мы, типа, эффект мрамора делаем. Так, присоединились. Присоединились. Гель-лаком рисовали? Галина спрашивает. Да, гель-лаком, девчат. Я просто смешала черный гель-лак. Это у нас от компании Эйми, да, черный глянец. И смешала просто с базой. Получила полупрозрачный цвет и нанесла на мокрый слайдер топ. И линии, получается, растекаются. И получается вот этот эффект, как бы, таких вот глубинных трещинок, да, как будто в глубине. Так, Наталья, вы уже пробовали прайм-топ в работе? Нет, Анюш, не пробовала. Не пробовала, ничего не буду говорить. Как бы рекламу прочитала. Отзывы девчонок подслушала, технологов, которые делали. Уже работали с этим топом. Что все классно, все чудесно. Но сама не пробовала, поэтому не буду ничего говорить. Так, и нанесу слайдер-топ. Слайдер-топ хочу украсить вот сюда. Девчат, понятно, что это на всех пальчиках не нужно делать. Это чисто вот на один пальчик. Ведь все другие пальцы могут быть просто покрыты либо голубеньким цветом, да, либо зелененьким цветом. А на одном пальчике немножечко вот добавить какой-то красоты. Так, просушиваем, просушиваем. Буквально 10-15 секундочек. Так, и можно взять подушечку для стемпинга, да. Пользуйтесь, как бы, прикреплять слайдеры на поверхность. Так, начну, наверное, самого большого, вот с этого. А там дальше посмотрю, как будет лучше. Вот смотрю через, 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 через. Так, вот так, наверное, вот так вот сюда. Так, прикольно смотрится. Я сейчас подумаю, может быть, даже и ничего не нужно будет сюда. Я, как обычно, знаете, вот это хочется еще и еще и еще чего-нибудь. Можно попробовать вот сюда. Сейчас, секундочку. Посмотрим, как получится. Сюда продлить. Нет, мне не нравится. Сейчас, секундочку. Вот так, наверное, вот. Я взяла просто, составила, да, из кусочков, ну, чтобы чуть длиннее было. Ну, чтобы это, подороже смотрелось, не просто один кустик. Вот сюда, да. Так, ну, и можно какой-нибудь еще листочек, не знаю. Можно, нельзя, сейчас попробуем. А пусть будет. А пусть будет. Единственное, что я ему отрежу, только, наверное, вот эту ножку. И чуть-чуть его разверну. Вообще, можно, конечно же, поиграться. Просто, просто, понимаете, бывают же ноготочки коротенькие, правильно? А бывают ноготочки длинненькие. И хочется еще и еще чего-нибудь добавить. Вот это мне штучка мешает. Я сейчас отсюда уберу. Вот так, все. А на место ее листочек. Во. Целый букет получается. Так, ну, и теперь, конечно же, просушиваем. Просушиваем обязательно. Так. Так. И обязательно обрабатываем слайдеры при помощи ультрабонда. Да? Ультрабонд. Вот так двойной скотч. Ультрабонд. Для того, чтобы... Ну, четко нужно понимать. В любом случае, любой слайдер, да, он же не липкий сам по себе. Для того, чтобы было хорошее сцепление с топом, мы обычно берем ультрабонд, ну, или праймер, да, по-другому называют в других гелевых системах. И обязательно ультрабондом убирается ненужная пленочка. И вот эта вот картиночка, она, знаете, она как резиновая, она как пористая. Вот, и поэтому она пропитывается ультрабондом, высыхает на воздухе одну-две минутки, и после этого мы с вами будем закрывать топом. Ну, я воспользуюсь сейчас теклосом, а вообще это может быть любой другой топ, это может быть матовый топ, это может быть глянцевый топ, это может быть любой топ, который есть у вас в работе. У нас еще есть ультра, скажите, ультрашайн, да, ультраблеск. Можно было бы им перекрыть. Так, перекрываем все это дело. Все лишнее с кисточки снимаем аккуратненько. Все лишнее убираем. А теперь можно взять любую кисточку, девчат, ну, я, например, возьму вот сейчас кисточку овал, четверочку, и просто именно с листиков, именно с листиков сниму излишки топа. Именно с листиков, не совсем, а именно излишки. Убираем. Для того, чтобы, картинка же объемная, правильно? Так, тут лишнее тоже. И именно излишки топа снимаете с объемной картинки. Вот сюда, вот сюда аккуратненько. Все сняли. После этого просушиваем. И мне очень нравится добавлять несколько каких-нибудь беленьких точечек. Сейчас добавим. Мы возьмем с вами белый рафинатым пасту, тоненькую кисточку. И уже на готовую поверхность. А то, что на глянцевый топ... Я вот подняла глаза, как красиво-красиво. Ангелина спрашивает. А то, что на глянцевый топ нанесли топ-слайдер, он не сколется? Ангелин, у нас в Эмми есть топ Теклос и есть топ Ультрашайн. Сейчас вот просто под рукой... А, нет, все нашла. Смотрите, вот у нас два глянцевых топа. Секундочку. К лесу задом, ко мне передом. Смотрите, вот у нас в работе, как правило, да, вот такие рабочие две лошадки. Это Теклос и Ультрашайн. Ультрашайн, он как стекло. Он стеклянный. Это не пористый топ. То есть, получается, мы его наносим только в конце и только один раз. И на него мы ничего не наносим. Потому что вот именно с Ультрашайна, с ультраблеска вот с этого, да, со стеклянного топа, может все, что угодно сколоться. Он даже сам с себя скалывается. Если вы нанесете Ультрашайн один раз, просушите, а потом сверху нанесете еще раз, вот, то этот второй слой может сам с себя прям сколоться. Он как нарцисс. А вот, например, Теклос, он как рабочая лошадка. Это пористый топ. Он пористый. Он мягкий. Он хорошо соединяется с любыми гелевыми системами. И поэтому, значит, на слайдер топ, например, когда вы наносите Теклос, они будут очень хорошо дружить вместе. И как бы и Теклос сам с себя не скалывается, и со слайдер топа не скалывается за счет того, что у него пористая система. То есть, это гель-лак, который пористый, который растворимый. Поэтому вот он хорошо будет стоять в сочетании с любым топом. Так, ну и мы с вами сейчас возвращаемся уже к готовой поверхности. Берем тоненькую кисточку. Вот. И берем немножечко белой эмпасты. И вот, например, места, где я соединяла картинки между собой. Знаете, такое неловкое какое-то пространство. Вот, например, листочек. Вот здесь соединила две наклеечки какие-то. То есть, как бы попыталась продлить, удлинить. И вот кое-где у основания, где-то между. Можно даже вот так посередине листика. И получается очень прикольная тема. Можно вот таким вот способом соединять любые несоединяемые в природе элементы. Смотрите, получается, все очень даже соединилось и получилось в тему. Вот такой прием, такой нехитрый. Итак, у нас, значит, с вами сегодня была такая тема, мрамор, да, мрамор. И мы брали цвета из коллекции Soulful Morning. Восемь цветов пастельных оттенков. И мне почему-то вот прям хочется именно передать вам, как бы, как, да, сделать вот эту технику. Абсолютно как бы так ненавязчивую, скажем так, мрамор, да, мрамор. Значит, давайте я вам сейчас просто на весь ноготочек, на весь ноготочек просто сделаем с вами именно эффект мрамора. И мы с вами возьмем сейчас, сделаем градиент. Это для тех, кто, например, градиент бы хотел делать, но не получается или боится. На самом деле очень прикольная тема, если брать гель-лак из коллекции Soulful Morning. Да, пастельные оттенки. Давайте сюда добавим еще для интереса третий. Например, давайте, вот еще желтенький. Как вы к этому относитесь? Ну, так, чтобы мало не показалось. Так, обязательно надо, чтобы кисточка была чистенькая. Я ее промою в капельки базы, вытру салфеточкой. И вот теперь смотрите, просто очень самый простой вариант. Так, я вот так закрою, а тут вот у меня капнула база. Так, вот здесь немножко подмешали градиент, да, подготовились к градиенту. Кисточку вытираете. И подмешали здесь, желтый с зелененьким. И спокойненько, да, без всяких там проблем, девчат, без всякого напряга. Начинаете двигаться сверху вниз. Кисточка, еще раз повторюсь, у нас в Эйме. Есть одна единственная четверочка, кисточка. Она называется, кстати, кисть амбре. Не знаю, почему ее так назвали. Мне почему-то кажется, амбре это больше к волосам относится. А градиент это все-таки больше к ногтям. Поэтому переход цвета, например. Так, кстати, вот я не планировала изначально, когда голубой цвет наносила, что будет три цвета. Так, никакой паники. Мы сейчас с вами первый слой сделаем, а потом во втором слое я все-таки голубенький цвет, который верхний, нанесу чуть меньше. Потому что надо все-таки оставлять больше места для третьего цвета, который у нас с вами на кончике. Так, мы с вами прошлись один раз. Да? И чтобы никакой паники не было у клиента, запомните вот так аккуратненько сидите, делайте. Так, никакой паники. Это только первый слой. Спасибо Богу, ногтей гипонихию, за то, что все получится. Все, прошли сверху вниз и однозначно сделала для себя вывод, что голубого цвета во втором слое будет меньше, а вот желтенького на кончике будет больше. Просушиваем. Так, это тот вариант, который мы сейчас с вами сделали в прямом эфире. И мы сейчас к нему сделаем просто пару, да, вторую. Просто сделаем мрамор. Так. Просушили. И вот теперь то, что я уже сказала. То есть голубого цвета наносим совсем-совсем чуть-чуть. И слой, девчат, очень важно. Наносите всегда очень тонкий слой, потому что все равно будет излишечки, будут потихонечку тянуться за кисточкой. Вот смотрите, сейчас сделаем наоборот, да, голубенького совсем чуть-чуть, потом немножко зелененького. Это цвета гирлаков, на которых классно тренироваться и делать всякие разные метаморфозы, знаете, там соединять всякие цвета, которые никогда бы в жизни не подумал бы соединить. Вот видите, теперь однозначно желтенького чуть больше получилось. Танюша спрашивает, у нас с какой пластиной. Ой, я там, по-моему, я... Ну, сейчас я постараюсь вспомнить. На самом деле делала просто так от балды, потому что всякие вот такие вот газетные принты из журналов принт, из газетный принт, всякие вот буковки, словечки всякие. Они так прикольно смотрятся, причем любые. Это одна из первых пластин, по-моему, там была со шрифтами. Вы имеете в виду вот этот же, да? Не помню. Из самых первых каких-то вариантов, то есть как бы можно вообще любой вариант сюда взять и будет прикольно смотреться. Видите, мрамор тут на белом фоне, на полосочке отпечатан принт со словечками, ну и плюс, конечно же, дополнительные материалы, которые в нашем задании сегодняшнем стоят. Так, ну а мы с вами делаем второй слой. Так, аккуратненько смешиваем все движения кисточки сверху вниз, сверху вниз, сверху вниз, сверху вниз. Смешали голубенький с зелененьким и зелененький с желтеньким. Цвета из одной коллекции всегда, как правило, будут сочетаться друг с другом без всяких проблем. Все, разложили теперь на полочке и по полочкам, и теперь поехали, да, спокойненько сверху вниз. Никакой паники. Это второй слой, цвета ложатся довольно-таки плотно, и я думаю, что мне даже хватит одного раза пройтись и перемешать эти цвета между собой. Так, все. Самое главное, поблагодарить Бога ногтей гиппанихия, и все получится. Вот и все. Получается у нас вот так с вами. И теперь мы с вами делаем вот эти элементы, да, трещин, растрескивание на поверхности. Еще раз повторюсь. Значит, черный гирлак с базой. Смешиваем, получаем полупрозрачный такой цвет. Вот он у нас, видите, чуть-чуть гирлака и вот база. Вот эта вот интенсивность вот этого цвета, да, вот как бы зависит, естественно, как бы цвет. Ну, давайте чуть прозрачнее вот так. Не буду рисовать много линий. И именно по мокрому слайдер-топу. По мокрому слайдер-топу. Эффект вот этот вот расплывчатых линий, да, на заднем плане. Итак, наносим слайдер-топ. Аккуратненько, тоненько. Кстати, знаете, можно, это сейчас, конечно, на типсы тут машу кисточкой. А на самом деле можно к вростам немножко не доходить, да, там хотя бы один миллиметрик не доходить до вростов. И все. И будет аккуратно, не будет ничего никуда плыть. И можно немножко даже так поковыряться прям подольше. Так, ну и давайте. Так, у меня на предыдущей типсе, видите, линии вот так по диагонали расположены. И я сейчас их точно так же по диагонали расположу на этом. Здравствуйте, гель-краску можно смешать черную? Наташа спрашивает. Я думаю, что можно. Самое главное, с жидкой базой. Самое главное, с жидкой базой. Совсем чуть-чуть добавлять. На самом деле можно и импасту смешать с базой, и тоже получится, в принципе, тот же самый эффект. Итак, поехали. Так, хочу продлить. Давайте вот так по диагонали. Вот любые линии, девчат, которые располагаются по диагонали, они зрительно удлиняют ногтевую пластину. Поэтому вот если нарисовать линии поперек, то они будут зрительно расширять ногтевую пластину. Правильно же? Да, правильно. Ну, типа вы со мной разговариваете. А линии, расположенные по диагонали, они чисто зрительно будут удлинять ногтевую пластину. Ну, давайте вот здесь, например, да, слегка такие коряжистые какие-то такие элементы. По мокрому слайдер-топу, каких-то пару пятнышек. Может быть, где-то линия там начнется, но и при этом нигде не закончится. Вот так аккуратненько бросили ее. Никакой паники, правильно? Это только вот на задний план пока добавила. Просушиваем. Просушиваем. Вот теперь просушиваем. И теперь добавляем еще. Можно, например, пройтись еще разочек. Можно еще добавить, например, чуть-чуть добавить цвета. Чуть больше, допустим, да, смешать с базой. И пройтись, например, еще разочек. Там, где вот хотелось бы вам делать какой-то акцент. Сейчас. Так, например, давайте вот, ну, не знаю, вот по нижней части. Вот тут вот чуть-чуть поярче сделаем. Вот так окончание линии. Так, и давайте здесь. Так, ну, вот так. Просушиваем. И теперь тоненькая кисточка, если есть желание, в чистом виде гирлак, в чистом виде. Вот, например, черный гирлак. В чистом виде. И вот так же, вот так вот, аккуратненько, аккуратненько, кое-где, чуть яркости добавим. Может быть, даже вот, как бы, вот, пусть, так вот, двойное будет окончание. Так, вот сюда чуть-чуть добавим. Вот здесь. Ну, и знаете, как обычно, держите меня семеро. Хотела сделать что-то такое более нежное, но все равно, вот, еще тут чуть-чуть, еще тут чуть-чуть. Все хозяйское, за все заплачено. Почему бы еще 35 линий нарисовать на одной типсе? Так, давайте вот тут растушуем немножечко. Знаете, вот так же с девчонками обычно на занятиях обсуждаем. Вот есть же замечательная программа в интернете такая, там, есть все обо всем. Пинтерист, по-моему, да, правильно будет название. Пинтерист сидела, вспоминала. И вот если, например, там, набрать в поисковике, например, там, мрамор, мрамор, например, там, или мраморный принт, или мрамор на ногтях, очень много вываливается разных этих вариантов дизайнов, именно вот в такой технике по-мокрому, как бы, и оно все примерно одинаково. Но единственное, что, как бы, когда срисовываешь с кого-то, получается такое, ну, как бы, иногда что-то по-детски смотрится. А если вы возьмете все-таки, погуглите, откройте просто фотографию мрамора, тогда оно будет смотреться так, более по-взрослому. По поводу толщины, Анастасия пишет, присоединились, смешать черный, ага, ноготь получится не слишком толстый из-за такого количества материала. Ну, на самом деле, как бы, есть цвета, которые можно положить, например, в один слой, правильно же? Есть такие цвета? Есть. Можно, например, один слой цвета, следующий получается слайдер-топ, по которому вы делаете разводы, это будет вторым слоем. Ну, и по большому счету, все. Закрываем топом. То есть, цветное покрытие, плюс, например, слайдер-топ, по которому рисовали, на самом деле, чем тоньше вы нанесете цветное покрытие, ведь вы же, допустим, толщину ногтевой пластины, от чего она у нас зависит? Как мы с вами укрепим базы, да, то есть, как бы, моделирование базы, укрепление базы, конечно же, толщина стрессовой зоны задается с помощью базы, да, когда вы моделируете. А все цветные декоративные покрытия, чем тоньше вы нанесете, тем будет лучше, конечно же. Бесспорно. И все дополнительные материалы всегда надо стараться наносить тонким слоем с продиранием. Тогда, как бы, все будет в порядке. Так, мы сейчас вот так сделаем с вами. Я вот так прикреплю. В любом случае, вот эти все растекашки, они подразумевают под собой, ну, вот такие какие-то, да, то есть, как бы, добавочные слои. Ничего вы с этим не сделаете для того, чтобы что-то такое сделать. Чем можно заменить слайдер-топ, Наталья спрашивает. Наташа, на самом деле очень сложно ответить на ваш вопрос, потому что слайдер-топ родился как раз-таки в стенах в лаборатории, да, Эйми. Вот. И, как бы, смешан здесь гель-лак с лаком, с обыкновенной. Этот топ, он уникален в том плане, что, как бы, его прямо смешивали здесь на производстве. Он даже пахнет как лак. Если все остальные, допустим, гели пахнут какой-то химией, то этот прям пахнет так вкусненько, лаком. Вот. Значит, этот топ именно с липкостью. И этот топ уникален чем? Тем, что, когда он полимеризуется в лампе, у него на поверхности образуется лаковая пленка. И эта лаковая пленка не дает сколов. Это первое. Его придумали тогда, когда в жизнь мастеров ворвались слайдеры, слайдеры. И работа со слайдерами, да, как бы заставляла искать такие формулы гель-лаков, чтобы это все держалось на поверхности. Потому что слайдер, переводная картинка, она не имеет липкости. И вот этим, когда мы перекрываем слайдер топом, он специально был сделан для этого, он не дает сколов, он не скалывается. Он, если и снимается с поверхности, то как пленка, целиком. Мы его не используем как финишное покрытие, мы его используем только как промежуточный этап. А уже потом, когда начали потихонечку работать со слайдерами, мы поняли, что эта дисперсия уникальна. Именно липкий слой у слайдер топа уникален тем, что классно в него втираются пыли, мелкие, крупные. Классно отпечатывается фольга, голографическая, глянцевая, матовая. То есть это такой гель стал, который, знаете, палочка-выручалочка, как рабочая лошадь. Мы его начали использовать в дизайнах. А так как школа Екатерина Мирошниченко славится именно дизайнами, этот гель стал неотъемлемой частью нашей компании. Вот, поэтому чем заменить, сложно сказать. Это не топ с липким слоем. Нет, абсолютно, он ложится более тонко. Дисперсия не пересыхает практически никогда. Поэтому он сам по себе очень уникальный гель. Поэтому его, я бы не знаю, даже очень трудно мне сказать, чем его можно заменить. Если, например, прикреплять слайдер, то, конечно, можно же на базу. На базу, кстати, даже и фольга отпечатывается. Ну, не так хорошо, как на слайдер-топ. По сути, да, дисперсионный слой очень будет похож на базовый слой, но у базы всегда очень жирный слой. А тут дисперсионный слой такой, знаете, сухой, сухой, но очень липкий. Так, чем можно заменить? Ответила практически, наверное, ничем. Так, жидкая база, но она может желтеть на светлых оттенках. Да, вот, Танюш, правильно вы говорите. Когда наносишь базу, один слой, потом второй слой, она начинает желтеть. И если внизу белый фон, то она, конечно, будет желтизной отдавать. Это не потому, что белый фон пожелтеет, а именно на белом цвете виден настоящий цвет базы. Вот у слайдер-топа такого эффекта нет. Так, ну, наше время... Пожалуйста. Наше время потихонечку идет к своему завершению, девчат. И сегодня мы с вами использовали в работе слайдеры, которые вышли. Буквально, вот, да, совсем недавно, с месяц назад, летние. Нелкрус номер 9, лиловая дымка, сороковой номер, очень красивые цветочки. И листочки с птичками, калибри, номер 41, Нелкрус. То есть это слайдеры, слайдеры объемные, которые позволяют нам делать вот такие вот интересные варианты дизайна. Видите, помните, точечки импасты и добавили. Вот, использовали мы гель-лаки, которые относятся к коллекции Soulful Morning. Это 8 прекраснейших пастельных оттенков, девчат, которые будут классно вам служить и дальше не только летом, но и весной, и даже зимой. Сиреневые голубые оттенки очень хорошо подойдут. Давайте я вот так вот пока сделаю. Так, коллекция Soulful Morning. Так, вот так чуть-чуть убрать подальше. Вот, такая красивая девушка. Вот эти вот 8 оттеночков можно использовать. Вот, и значит, использовали мы технику с вами мрамора. Мрамора. Я сейчас еще разочек увеличу это все на экране. Я надеюсь, что я ответила на ваши вопросы, как сделать мрамор. Ага, как сделать мрамор. Светлана, эфир сохранится, можно будет посмотреть на YouTube, на канале Екатерина Мирошниченко. Вот, спасибо вам огромное. И вам спасибо, девчат. Вот так делаем, чтобы можно было сделать скрин. Всем огромное спасибо за ваше внимание, девчат. Встречаемся в следующий четверг в 2 часа дня в ВКонтакте. Тему мне еще не сообщили. Пусть будет сюрприз. Всем удачи, всем творческого подъема. Вот, и побольше всем денежных клиентов. На что прикрепить типсы. Ну, вот в конце у нас есть несколько минут. Мы крепим типсы, девчат, вот на такую вот фотофикс. Вот такие вот подушечки покупаем в сетевых магазинах. Это у нас лента, ашан. В ашане немножечко другая упаковка есть. Вот такая вот штучка, на которой мы все время прикрепляем типсики. Очень удобно. Следов. Следов. Нет, тут просто нету пластилина с этой стороны. Вот. Значит, фотофикс показала. Такая, знаете, скрытая реклама. Ну что, всем удачи, всем побольше денежных клиентов. И до встречи в следующий четверг в 2 часа дня в ВКонтакте. До свидания, девчат. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok.